Библейский портал экзегет.ру представляет Удаляйся от клеветы и пререканий, чтобы не уподобиться глупым людям, соблюдая меру в молчании слове, не отвечая на хулу, отекай грех словом Божиим, возвращение от духовной жизни ко греху, как повторение одной и той же глупости. В спорах братьев следуй убеждать неправых ради пользы других и, злоумышляя против других, раним самим себя. Итак, с первого стиха мы с вами читаем следующие слова. Как снег летом и дождь во время жатвы, так честь неприлично глупому. То есть, премудрый Соломон здесь делает такие противопоставления, действительно, как снег, говорят, на голову, то есть, как снег непривычен был тогда в Палестине, так не подобает воздавать чести человеку глупому. Причина та, что неоднократно премудрый Соломон возвращается к этой теме, следуя принципу повторения мать-учения, воздавая честь глупому, этим самым он начинает тщеславиться, то, что его все восхваляют, и творит, как правило, еще больше глупости по тщеславию своему. Таким был гонитель церкви, например, Нерон. Он настолько был и возвеличивался в своих глазах, еще ему и все хлопали, аплодировали, что дошел до такого безумия, как мы помним, сжег Рим, казнил христиан, ради того, чтобы получать якобы какие-либо вдохновения, которые он считал за какие-то необыкновенные состояния своей души. Поэтому премудрый Соломон так и говорит, как снег летом и дождь во время жатвы, то есть неуместно, дождь во время жатвы совсем не нужен, снег летом тоже ни к чему, так честь неприлично глупому. Как воробей, продолжает премудрый Соломон во втором стихе, как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. То есть здесь, наверное, можно это выразить словами свидетеля Иоанна Златоуста. Свидетель Иоанна Златоуста говорит так, что если человек сам себе не повредит, никто ему не повредит. В нашем обществе сегодня общин распространено такое понятие, как заговоры, провороты, отвороты, различные проклятия, порча и прочие вещи. Хочется ответить всем людям на этот вопрос словами свидетеля Иоанна Златоуста и еще раз их повторить. Если человек сам себе не повредит, никто ему не повредит. Как человек вредит сам себе? Он не ограждает свою жизнь чтением Слово Божие, которое, как сказано, освящает человека, не ограждает свою жизнь таинствами церковными, не ограждает свою жизнь в конечном итоге самим Господом и Спасителем, с которым мы соединяемся и в чтении Священного Писания, и в таинствах церкви, и в благочестивой жизни. Итак, как воробей говорит, вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Бич для коня узда, для осла, а палка для глупых. То есть, между словом, он говорит о том, что если как для животного человека, который неразумен, для коня узда, чтобы им можно управлять, палка, чтобы управлять ходом осла, куда ему повернуть налево или направо, то для него именно это орудие, а для глупого человека, да, узда для осла, бич для коня, а палка для глупого человека, чтобы как-то направить его на путь правильный. Что значит палка? Я уже неоднократно говорил о том, что палка означает одно и то же слово, которое можно привести как посох. То есть, если человек не пользуется посохом правды, то есть Господом и Спасителем Иисусом Христом, который сам есть путь истинной жизни, как посох, управляющий всей жизнью человека, то жизнь его так и останется глупа. То есть, что значит глупа? Беспокаянна. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему, но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих». Вот сам он как бы возвращается к первому стиху, о чем мы уже говорили, и здесь дает такую полную развернутую картину, что не всегда нужно глупому отвечать по его глупости. И сказано в четвертом стихе «не отвечай глупому по глупости», а в пятом «отвечай глупому по глупости его». То есть, казалось бы, какое-то противоречие здесь есть. Сначала говорится «не отвечай», потом все-таки «отвечай по глупости его». В чем здесь кажущееся на самом деле противоречие? Ну, здесь можно выразить в нескольких словах в том, что, как говорит святитель Григорий Богослов, не всегда, не везде и не со всеми нужно богословствовать. То есть, не всегда, не везде и со всеми нужно говорить одинаково. Иногда нужно ответить глупому по глупости его, чтобы он не стал тщеславиться, а иногда лучше промолчать, если мы видим, что это может привести глупого в раздражение и в какое-то самовозвышение, самомнение. Поэтому здесь, как сказано у, например, Амвросия Медиаланского, цитата, он говорит «мудрый же, прежде чем сказать, перед речью, много думает о том, что он будет говорить и кому он будет говорить, и где, и в какое время». Итак, продолжает свидетель Амвросий Медиаланский, «и в молчании, и в слове должна соблюдаться известная мера. Даже в делах и там есть своя мера. Таким образом, в обязанностях похвально держаться меры». То есть, конец цитаты, нужно знать, где, кому, нужно ли говорить, лучше промолчать. Вот о чем говорит премудрый Соломон. А книга «Соборное послание апостола Иакова», там есть другие слова. Но если у кого не хватает мудрости, где, кому и как говорить или промолчать, пусть просит у Бога, который дает всякому без всякой меры. То есть, насколько человек это может воспринять. Здесь есть хорошая подсказка и людям, которые так или иначе стремятся исполнить главную заповедь. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сын, и Ситого Духа, учая их соблюдать все, что я заповедовал вам». То есть, это очень хорошая подсказка людям, проповедующим и совершающим миссионерское служение. Не везде и не всегда нужно говорить одинаково. Помню, например, речь апостола Павла в Ариапаге с еленами, он говорит, как с еленами, он говорит с ними на философском языке. Он даже ссылается там на какого-то поэта, как у вашего одного поэта сказано в другом месте. Здесь он начинает с еленами говорить о творении, о том, что Бог творец и промыслитель мира. Потом он говорит, есть у вас боги, которых вы не знаете, и вот тот самый камень, на котором написано неведомому Богу, того я вам проповедую. То есть, он, зная их учения, зная их философию, зная их, если хотите, менталитет, восприятие мира, говорит с ними на их языке. Совсем другое дело, когда он встречается с иудеями или апостол Петр встречается с иудеями, там, наоборот, приводится пророчество Ветхого Завета. Там не надо говорить иудеям о том, что Бог творец и промыслитель мир. Они это прекрасно знают, это ни к чему. Там приводятся мессианские пророчества, говоря с иудеями. Поэтому апостол Павел, которые были им известны, конечно же, так апостол Павел впоследствии скажет, для иудеев, как иудей, для еленов, как елен, для беззаконных, как беззаконных, сам же, впрочем, не чужд закона. Итак, мы читаем далее. Подрезывает себе ноги, терпит неприятность тот, кто дает словесное поручение глупцу. Говорили уже о том, что не стоит давать поручения или вручаться за кого-то, особенно за человека безрассудного. Всегда нужно проявлять особую мудрость и осторожность. Не то, чтобы только себя сохранить, но и человека от каких-либо опрометчивых поступков. Неровно поднимаются ноги у хромого и притча в устах глупцов. То есть, действительно, как хромает человек, так и нелепо звучит нелепая его походка, так и некрасиво звучат притчи из уст человека, которые не обладают мудростью свыше. Что вылагающее драгоценный камень в прощу, то воздающее глупому честь. Опять рассматривается с нескольких сторон. Мы видим глупому человеку беспокоянному, что знаем, что такое проща. Но проща служат для того, помним, как Давид сразил Голиафа. Это было такое оружие древнего Израиля. Оно активно использовалось в как наступательных, так и оборонительных военных действиях народа израильского. Но здесь такое нелепое сравнение приводит премудрый сломон специально. То есть, вот драгоценный камень, он служит совсем для другого. Он служит для того, чтобы им украшать какие-либо там одежды царя, либо там украшать здания, либо какие-то предметы ювелирного такого украшения. А здесь вдруг украшение и в прощу. Действительно, ну кто драгоценный камень? Там, например, слиток золота будет заряжать в прощу и куда-то упулять. Ну, это безумный человек. Поэтому премудрый сломон часто прибегает к таким, вот как, например, мы видели, как снег летом и дождь во время жатвы, так честь неприлично глупому. И здесь он опять возвращается к этой теме. Говорит, все равно, что влагающий драгоценный камень в прощу, то воздающий глупому честь. То есть, далее девятый стих. Что колючий терн в руке пьяного, то притча в устах глупцов. Снова и снова несколько образов, несколько выражений. Действительно, колючий, что говорит колючий терни в руках пьяного, то притча в устах глупцов. То есть, что такое колючий терни в руках пьяного, человека опьяненного? Он может им пораниться, этими тернами. Точно так же и притча в устах глупцов. Вот что по этому поводу пишет писатель 7 века, бедодостопочтенный. Цитата. Покаянным же образом брусья были сделаны из дерева сетим. Он здесь напоминает нам с вами книгу «Исход». Мы помним, что там скини устроялся особым образом, и брусья, которые являлись неким каркасом к скини в Ветхом Завете, которые переносили народ израильский из одного места в другое путешествие по пустыне Синайской. И вот он напоминает об этих брусьях и говорит о том, из чего они были сделаны. А дерево сетим — это действительно терн. Это тот самый терн, который в широтах южных, он вырастает. У нас это, может быть, только всего лишь кустарники, а там это дерево. Подобным же образом брусья были сделаны из дерева сетим, то есть из терновника. А терновник, по слову спасителя, суть — заботы века сего, удовольствия и ложные наслаждения. Мы помним здесь, нам напоминает бедодостопочтенный, о том, что притчу о сеятеле. Когда сеятель вышел, то одно упало при дороге, и другое упало на каменистую почву, и так как не имело корли, засохло и не дало плода. И третье упало в терны, и так как не было солнечного света, оно заглохло и вообще не дало никакого роста. И Христос терновый куст или терновое дерево, образовавшее кустарником, сравнивает с удовольствием и заботами века сего. И вот здесь бедодостопочтенный об этом напоминает. Это говорит, а терновник, по слову спасителя, суть заботы века сего, удовольствия и ложные наслаждения. Но уколы грехов могут быть и неуместно соотнесены с терновником, поскольку написано в одном месте, то есть он здесь приводит притчу 26.9, что терн растет или что терн в руке пьяного, то есть грехи в трудах глупого. Потому, следовательно, святые проповедники стремятся исцелиться от колючести пороков, а также совлечься удовольствия и забот обо всем, что в мире, до такой степени, что могут свободным умом возрастать в любви к Богу и к ближнему, а также ради проповеди слова идти далеко и в разные стороны. Поэтому правильно было сказано, что из дерева сетим были сделаны брусья для скинии. И смотрите, как продолжает и заключает очень красиво. Ибо ведь брусья были сделаны из терновника, но из такого, который совсем от всех сторон острых шипов очистился и только белизной блистал. Конец статы. То есть, здесь достопочтенно говорит о том, что необходимо очиститься от грехов. Другими словами можно сказать, что проповедуя Христа, как бы нам самим не остаться без Христа. Тот человек, который проповедует Христа, говорит о спасении, если сам не заботится о своем спасении, может навредить только сам себе. Опьяниться состоянием так называемой звездной болезни. Такое бывает, к сожалению, с некоторыми нашими проповедниками. Уже как пьяные ведут себя. Некоторые говорят, ну надо, может быть, как-то там воздерживаться от пьянства. А это может быть и не пьянство. Это может быть опьянение гордости и тщеславия. И от этого не застрахован никто. Поэтому, как сказано у того же премудрого Соломона, если хочешь наблюдать, наблюдай за собой. Очень важно наблюдать за собой. И мы читаем далее. Одиннадцатый стих. «Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою». То есть, как пес возвращается на свою блевотину, эти слова приводит, кстати, апостол Павел, когда говорит о человеке, который, покаявшись, решившись действительно следовать за Христом, снова возвращается к прежнему образу жизни. Это не означает того человека, который как-то пал, борясь со грехом, но не устояв, тоже опять же возложив на себя надежду больше, нежели на Бога. То есть, самонадеянность иногда губит людей. Не устояв, пал, но прибегает снова к покаянию. Нет, здесь говорится о человеке, который думает, да ну, зачем мне все это, возвращу себя к прежнему образу жизни, раньше жил, и так будет хорошо. Вот этот пес возвращается на свою блевотину. У Исаака Сирина есть удивительный такой образ. Он говорит о том, о человеке, который грешит и думает в этом найти наслаждение. Он говорит, это как пес, который лижет пилу, пьет собственную кровь, и этим себя уничтожает. Так человек, упивающийся наслаждением греха, подобен этому псу. Вот что пишет свидетель Анзлатоуст по этому поводу. Цитата. «Или не знаете, что тех, которые так не родят о своем спасении, и иногда приходят сюда, в другое время сами отдаются в сети дьявола, Божественное Писание сравнивает с псами». И он приводит здесь притчу 26.11. «Как пес, когда возвращается на свою блевотину, бывает мерзок, таков неразумный, возвращающийся по своей злобе на свой грех». Здесь перевод с греческого. Итак, мы видим, что свидетель Анзлатоуст так и пишет. Говорит, «Или не знаете, что тех, которые так не родят о своем спасении, и иногда приходят сюда». Куда это иногда приходят сюда? Это на те самые беседы, на те самые размышления над Священным Писанием. Свидетель Анзлатоуст говорит, «иногда», то есть непостоянно, приходят сюда. Так и мы бывает. Очень часто непостоянно в исследовании Священного Писания, вхождении в Храм Божий. Вот что является причиной того, что мы часто возвращаемся, подобно этому псу, к своему прежнему образу жизни, который является грехом и который сравнивается с Священным Писанием как блевотина. Итак, далее читаем. «Видел ли ты человека мудрого в глазах своих? На глупого больше надежды, нежели на него». Ленивец действительно сам себя возвышающий. И далее премудрый сломан возвращается к теме опять о ленности. Ленивец говорит, «Лев на дороге, лев на площадях». То есть мы помним, что в других текстах ленивый всегда ищет причину для того, чтобы не выйти на работу. Не время, но потом, немножко полежишь, немножко поспишь, не заметишь, как придет твоя бедность, говорит в других стихах премудрый сломан. Ленивец всегда ищет причину, как есть хорошая тоже поговорка, что тот, кто хочет, тот ищет средства, а тот, кто не хочет, что-то делать, ищет причину, чтобы этого не сделать. Ленивец опускает в 15 стихе руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего. То есть даже лень уже и есть. Я встречал таких людей, особенно среди подростков, детей, которые говорят, что ты устал, от чего есть устал. Бедно, он уже ложкой устал работать. Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Вот интереснейшее сравнение у премудра Соломона. Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. В другом переводе здесь хватает пса за уши, а в другом переводе, я смотрел, хватает пса за хвост. То есть мы можем представить себе, что такое схватить там пса, например, который бежит по улице за ухо или за хвост, что может произойти. То есть, ну, понятная реакция пса. Укус будет неизбежный. Поэтому здесь премудрый Соломон дает такое сравнение, что не всегда нужно вмешиваться в чужую ссору. Говорит, если видишь, что двое... Или есть такая пословица, не становись между двух огней. То есть этот человек ссорится, и этот ссорится. Ты влезешь, они на тебя нападут. Поэтому нужно быть аккуратным, может быть, помолиться за этих людей, прежде чем, если ты хочешь как-то помочь, чтобы эта ссора прекратилась. Как противящаяся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть. Так человек, который коварно вредит другу своему, и потом говорит, я только пошутил. Вот еще интересная такая подсказка премудрого Соломона. Часто люди действительно как-то начинают вредить своему ближнему, а потом, когда дело доходит до того, и человек говорит, ну зачем? Ну я пошутил, я пошутил. Ну что значит пошутил? Надо как-то беречь дружеские отношения. Поэтому природа Соломона так наставляет, что не доводи до этого, чтобы тебя оправдаться потом, что ты пошутил, а если ты уже все расстроил. Где нет больше дров, огонь погасает. И где нет наушника, раздор утихает. Снова и снова повторение мать учения. То есть наушник — это сплетник. Вот где, говорит, нет дров, там и все погаснет. И где нет сплетника. Он как бы предостерегает, прямо на Соломон, общение со сплетниками. Я уже говорил, по-моему, об этом и снова повторю, что если мы общаемся с каким-то человеком, и этот человек говорит о других людях плохо, лучше от такого человека уходить. Лучше заткнуть уши и уходить. Вот мне рассказывал один священник, он учился с одним владыкой. Но я не буду говорить, кто. И вот этот владыка, он сейчас уже митрополит, когда он учился в семинарии, если он слышал, что о ком-то говорили плохо, он прямо, как сказано в Писании, заткни уши и отойди. Он затыкал уши, демонстративно отходил. И многим это было так вот даже как бы обличение такое. И люди как-то так в следующий раз при нем уже опасались осуждать других людей. Уголь для жара и дрова для огня, а человек сварливый для разжигания ссоры. Слова наушника, эта тема продолжается, как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Действительно, человек, ну, не обо мне, говоря о таком-то другом, как лакомство, почему? Но говоря о таком-то другом, я наслаждаюсь, что я не такой. Спасибо Боже, это вот этот фресейский такой характер, что я не такой, как вот этот плохой. А если он обо мне говорит об этом плохом, значит, я-то хороший, а вот он хуже. И вот это как лакомство входит во чрева человека. Но потом последствия бывают не очень приятными. Что нечистый серебром обложенный глиной сосуд, то пламенные уста и сердце злобное. Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. То есть, премудрый сломан предупреждает снова о лицемерии, только уже с другой стороны, он говорит, что враг часто может устами своими льстить. И говорит, что да, вот мир и безопасность, как часто это делали лжепророки в Ветхом Заветном Израиле. Они говорили, что нет, нет, не будет, все мир и безопасность, и все будет хорошо. При пророке Ильи, например, так они говорили. Но пришла беда и засуха, и вавилонский плен. Все это было с народом израильским. Поэтому премудрый сломан предупреждает, что устами льстят часто лжепророки и враги, а в сердце своем замышляет коварство. Надо быть осторожным, понимать, от кого идет речь. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Семь мерзостей можно сравнить с семью грехами, смертными грехами, да. Если ненависть прикрывается наедине, то открывается злоба его в народном собрании. То есть здесь те слова, которые вспоминаются из Нового Завета. Ничего нет тайного, что не сделалось бы явным. Рано или поздно. Если в этой жизни что-то не откроются, грехи человеческие, то как бы там человек не хотел искрыть, на страшном суде все будет открыто перед всеми. Кто роет яму, тот упадет в нее. И кто покатит вверх камень, к тому он воротится. Нам известна эта пословица. Не рой яму другому, сам в нее попадешь. Действительно, не замышляй зла против другого, иначе зло вернется к тебе. Мы помним, как Иаков однажды обманул в книге бытия своего отца. Он был слеп. И он, помним, по наущению своей матери Ревеки, он надел на себя косматые одежды овечи, как хотел притвориться, что он Исаф. И действительно, он получил благословение. Он не дождался того, что Бог и так давал обетование. Он как бы опередил события, благословение получил. Но когда он пришел к Лавану, то там, как мы помним, он работал за Рахиль, а был обманут кем? Как? Лаваном. Лаван — прообраз дьявола. Как был обманут? Ему была подсунута Лия. А Лия была тоже слепой. То есть против кого-то как согрешил грех, как бумеранг, он возвращается обратно. Тем же самым ты можешь быть и обманут. Обманщик всегда будет обманут. И вот как раз об этом и говорит 28 стих. Лживый язык ненавидит уязвляемых им, и льстивые уста готовят падение. Лживый язык действительно ненавидит уязвляемых им, и льстивые уста готовят падение. То есть человек, который лестью говорит человеку, ничего, ничего, мир безопасный, все в порядке, готовит тем самым падение, потому что лучше предупредить человека не льстить ему. Об этом будет речь дальше, в 27-28 главе. Лучше предупредить человека об опасности, нежели льстить. Поэтому льстец, он всегда опасен тем, что он как бы то, о чем сказал премудрый Соломон выше, роет яму своей лестью, иногда таким вот подхалимством. Поэтому человек, так или иначе, которому льстит, он уготавливает ему тот самый ров. Ну вот если вернуться совсем чуть-чуть, и в контексте все 27-28 стих рассмотреть, свидетель Анат Златоуст заключает так, цитата, «Кто роет яму ближнему, тот упадет в нее. Это сбылось и тогда. Они хотели погубить Христа, чтобы уничтожить его проповедь, а случилось противное». То есть все наоборот. «Проповедь по благодати Христа процветает, а у них все исчезло и погибло. Они лишились и Отечества, и свободы, и безопасности, и богослужения, потеряли всякое благоденствие и сделались рабами и пленниками». Итак, зная это, никогда не будем злоумышлять против других, пометуя, что мы изощряем через это меч против себя самих и наносим себе глубочайшую рану. Конец цитаты. То есть грехами человек наносит себе рану. Ну а тех людях, о которых он здесь говорит, которые противились Христу, это в те времена ветхозаветные иудеи. Они действительно лишились и храма Соломона, и благочестия, сколько гонений выпало на этот народ. За что? Свидетель Иоанн Златоуст об этом ясно и подробно говорит. За то, что не приняли Христа, за то, что вырыли яму ему, то есть приготовили крест, ну и сами, в общем-то, в эту яму упали, к сожалению, не приняв смерти и воскресения Христова и благой вести. У меня один священник рассказывал такую историю, что однажды он общался с Равином и спрашивал, задавал ему несколько вопросов, что касается отпущения греха и прочее. И потом задал ему такой вопрос, а как вот вы думаете, за что Господь лишил вас единственного места поклонения Иерусалимского храма? И он говорит, что Равин выдержал очень долгую паузу, потом сказал, я понял, к чему вы клоните. Ну вот, пожалуй, на этом мне хотелось бы завершить наше сегодняшнее изучение 26-й главы книги «Пречи Сламон». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова